Привет! С вами снова я, Татьяна Фанштейн, и мой сын Алёша. Я создаю курсы для преподавателей, а еще обучаю детей сама. В рубрике teaching kids я буду делиться своими идеями и опытом. Сегодня речь пойдет о том, как построить урок с ребенком один на один. Некоторые считают, что занятия с ребенком один на один скучнее и сложнее, чем в группе. Как же сделать так, чтобы они приносили удовольствие и пользу? Давайте разбираться. Можно ли сделать соревнования на уроке с ребенком один на один? Да и еще раз да. Ведь даже соревнования с самим собой можно интересно обыграть. Используйте таймер и оформите мотивационную доску. Это может быть самый обычный лист бумаги на стене. Используйте себя с самим собой, когда холодно. Great! Well done! Еще один вариант наглядной мотивации – любые мелкие предметы. Например, цветные палочки. Here are five sentences for you to be set. Ready, steady, go! Sentence number one. This is the, this is the autodial. Perfect! Sentence number two. He likes swimming. Okay. Sentence number three. He likes sleeping. Okay. Number four. He likes running. What does it like eating? What he sees in the water is three seeds. Okay, thank you. Ребенок точно запомнит, что вы проходите, если у него будет яркий зрительный образ и задействуются тактильные ощущения. Со зрительным восприятием предлагаю поработать в игре Where is it? Для этого можно использовать вот такой яркий плакат. Мы играем, что где-то здесь спрятан сундук с сокровищами. Задача ребенка – угадать, где именно он спрятан. Now I'm gonna hide a treasure chest and then you will have to find where it is. Can I? Yeah. Is the treasure chest in the pond? No, it isn't. Is the treasure chest in the star? No, it isn't. Is the treasure chest behind this boy? No, it isn't. Somewhere there in the sky. Is the treasure chest here? Where? In the plane. Yes, that's right. Well done. А как же тактильные ощущения? Возьмем всем известную игру съедобное-несъедобное и мячик приятный на ощупь. Когда мой ученик трогает этот мяч, в мозг поступает сигнал мне хорошо, я готов работать. А значит в эту игру мы можем добавить более сложные грамматические структуры, ведь расслабленный мозг запоминает гораздо лучше. 1, 2, 3. Do you like eating cakes? Yes, I do. When was the last time you had a cake? It was in Spain and Barcelona in the cafe. Was it good? Yes. Perfect, thank you. Do you like eating jeans? Обязательно попросите ребенка принести на занятие его любимую игрушку или любую вещь, о которой он захочет рассказать хотя бы раз в месяц. Он обязательно поделится ее историей. и вы найдете большую игрушку, которую он захочет. Наверное, главный секрет индивидуального занятия – это эмоции. Позвольте ребенку говорить о том, что он любит, и тогда результат не заставит себя долго ждать. Алеш, can you tell us a bit about your holiday? I just... I thought that the day came back for my holiday. And on my holiday I went to Zerona. And when we came to Zerona, we went to the toast information. They said that the toast doesn't work, but there is a line, which if you kiss, you turn back to the city. We went into the Disney shop. And when we came in, we saw Sebastian and Lucien the Beast. You know the story about they do know it? They know it. They know it? Если вам бывает трудно разговорить с ребенком, приглашаю вас на мой мини-курс «Смотреть, чтобы говорить», который мы сделали совместно со SkyTeach. Иногда видеоматериал становится ключиком к разговорной речи на уроке. Ссылка прямо под этим видео. Итак, повторим и закрепим. Для урока один на один используйте соревнования и мотивацию, зрительный образ и тактильность, любимые игрушки и эмоциональную вовлеченность. И еще один важный момент. Занятия один на один могут и должны быть интересными не только для ученика. Мы часто думаем, понравится ли материал ребенку? А нравится ли он вам? Помните, любовь к игре, учебнику, уроку и языку сразу чувствуется. И она заразна. Подписывайтесь на YouTube-канал SkyTeach и следите за новостями. И ждите наших новых видео! Мы с Алешей уже готовимся к ним. Goodbye, see you soon!